В палеонтологической летописи вообще граница докембрия и кембрия – это самая хорошо выраженная, самая чёткая, яркая граница. То есть в докембрийских породах, на первый взгляд, практически нет никаких следов жизни. Начиная с нижней границы кембрийского периода, начинается масса копаемых остатков всяких организмов. Многие из них вполне узнаваемые, там всякие ракушечки, трубочки известковые, то есть остатки скелетных организмов. Эта граница была известна уже во времена Дарвина, но во времена Дарвина считалось, что в докембрийских породах вообще никакой жизни нет. И это обстоятельство, такое внезапное появление признаков жизни в начале кембрийского периода, сам Дарвин считал одним из самых серьёзных возражений против своей теории. Он об этом писал открыто, и он рассуждал следующим образом. Что если моя теория верна, то наверняка жизнь существовала задолго до начала кембрия, развивалась в течение длительных эпох постепенно. А то, что мы не находим в докембрийских отложениях никаких следов этой самой жизни, может объясняться одним из двух. Либо по каким-то причинам они не сохранились, то есть по каким-то причинам в докембрии не было подходящих условий для фасилизации, для сохранения остатков живых существ в ископаемом состоянии. Либо они там есть, но мы их просто не нашли пока. И в 20 веке докембрийская ископаемая биота, ископаемая жизнь была обнаружена, и это стало одним из самых ярких подтверждений правоты Дарвина, проверяемое следствие его теории, которое подтвердило. Самое удивительное, что на сегодняшний день усилиями ученых, палеонтологов, геологов и химиков, и даже астрофизиков, в общем, в целом мы имеем достаточно подробную, детальную и точную картину развития жизни в докембрии. Начиная с формирования нашей планеты, с появления на ней первых признаков жизни. Конечно, белых пятен там еще огромное количество, но общая канва уже вполне проясняется, и я сегодня кратко попытаюсь эту канву как-то перед вами обрисовать. Вообще задача эта непростая, потому что в норме я рассказываю про палеонтологию докембрия где-то в течение 5-6 больших таких полуторачасовых лекций, а сейчас у меня только 55 минут, и, в общем-то, не совсем очевидно, как за это время что-то внятное такое рассказать, поэтому прошу прощения, если изложение будет несколько таким отрывочным и поверхностным, но, в принципе, если поискать в интернете, в ютюбе, там есть мои более подробные лекции на эти темы. Правда, не все, к сожалению, но все же что-то там есть. Значит, докембрий, самая длительная эпоха в истории Земли, называется также криптозой или раскрытой жизнью, вот как раз потому, что долго не могли найти ископаемые следы жизни в этом самом докембрии. И делится докембрий на три иона – катархей, архей и протерозой. И начинается докембрий примерно 4600 миллионов лет назад, это дата формирования Земли в каком-то первом приближении нашей планеты, и заканчивается 541 миллионов лет назад, когда вот это как раз нижняя граница кембрийского периода, когда жизнь уже становится явной, начинается фонерозой, эра явной жизни. Тема моей лекции «Затерянный мир Дарвина» – это я использовал заголовок книжки «Darwin's Lost World», известного специалиста по палеонтологии Докембрия Марсина Бразьера, которая, кстати говоря, насколько мне известно, скоро выйдет на русском языке, достаточно интересная книжка. Так, это я все уже сказал. Значит, катархей – это такой наиболее загадочный период, ион в истории Земли. Почему он загадочный? Потому что практически не сохранилось в земной коре пород, горных пород этого возраста. Все породы, камни, которые составляют земную кору, почти все, они более молодые. Значит, возраст пород датируется, возраст магматических пород датируется радиометрическими методами, которые показывают, в какой момент вот этот камень стал твердым. То есть, когда камень расплавляется, часы обнуляются, вот эти радиометрические. И, соответственно, из того, что дата возникновения Земли, она определена по возрасту самых древних объектов Солнечной системы, некоторых метеоритов, которые сформировались, согласно имеющимся астрофизическим моделям, одновременно с нашей планетой, вот они имеют такой возраст, 4-6 миллиарда лет. То есть, планета должна была сформироваться уже тогда. А почему нет пород, горных пород столь древних? Видимо, потому что эти породы были расплавлены. Думали, что... Поэтому думали долгое время, что в течение катархея вся поверхность Земли была в расплавленном состоянии, представлял собой так называемый океан магмы. Но сейчас от этих взглядов уже практически отказались. Ну вот по-английски эта эра называется Хаден, по-русски говорят Гадей, это от Аида, то есть ад, адская эра. Потому что думали, что были такие адские условия, океан магмы. Значит, в это время происходили, в течение катархея, это были еще ранние этапы формирования Солнечной системы, часто происходили столкновения планетарных зародышей друг с другом, и на Землю тоже падали крупные тела. И вот последнее столкновение нашей планеты с очень крупным телом планетарного размера, по-видимому, размером с Марс, привело к формированию Луны. Вот так примерно это реконструируется, некая планета под названием Тея, которая какое-то время вращалась на одной орбите с Землей, под 60 градусов к Солнцу, потеряла стабильность и врезалась в Землю, причем не в лоб, а вот так под углом, и вещество мантии и Теи, и Земли было выплеснуто на орбиту, и из него собралась Луна. Ну, это было последнее столкновение нашей планеты с таким крупным телом. После этого удара действительно Земля должна была представлять какое-то время океан магмы, но достаточно быстро поверхность стала остывать, и, как сейчас представляется, уже вскоре после этого мог сформироваться даже океан. Где-то через 1-2 миллиона лет после этого столкновения. Ну, к сожалению, там у меня нет возможности рассказывать все эти интересные подробности, как была устроена атмосфера древней Земли, как она менялась. Вот в последние годы были обнаружены все-таки породы катархейского возраста в некоторых точках в Австралии и в Канаде. Ну, вот здесь, на этом слайде, показан такой один из выходов в Северной Канаде. То есть вот эти камни, которые вы видите на слайде, это одни из самых старых камней на планете катархейского возраста. И их существование говорит, что все-таки литосфера не была расплавлена целиком. Все-таки какие-то твердые участки были. Вот еще выход катархейских пород тоже в Канаде. Была ли в катархее жизнь? Ну, поскольку нет горных пород, почти нет горных пород этого возраста, у нас, соответственно, очень мало данных, по которым мы можем об этом судить. Но все же есть найденные кристаллы циркона катархейского возраста. Циркон – это очень тугоплавкий минерал. И в этих кристаллах циркона имеются углеродные включения, у которых облегченный изотопный состав углерода. Что это значит? Есть два стабильных изотопа углерода – 12С и 13С. И по соотношению этих изотопов, в принципе, можно отличить органический углерод от неорганического. То есть тяжелый изотоп 13С, его меньше, он в определенной пропорции присутствует в атмосфере, в литосфере и так далее. Но когда живые существа за счет, например, фотосинтеза производят органические вещества из углекислого газа, то ферменты, которые это делают, они осуществляют так называемое фракционирование изотопов. Они более охотно используют легкий изотоп 12С. И поэтому органический углерод имеет облегченный изотопный состав. В нем меньше тяжелого изотопа 13С. И вот в некоторых углеродных включениях кристаллов циркона катархийского возраста обнаружен такой облегченный изотопный состав углерода, что говорит о том, что, возможно, этот углерод был органическим. То есть это не строгое доказательство, потому что мы не можем наверняка утверждать, что фракционирование изотопов углерода не могло происходить в ходе каких-то других процессов, не связанных, скажем, с фотосинтезом, с фиксацией СО2 живыми существами. Но это все же некий намек, некое указание на то, что даже уже в катархии, возможно, от 4,25 миллиарда лет назад уже, возможно, существовала жизнь. Ну вот это кристаллы циркона. И что еще мы узнали в результате изучения этих катархийских кристаллов циркона? Другим методом, там уже по соотношению изотопов кислорода, было показано, что с очень большой вероятностью эти кристаллы формировались в водной среде. То есть уже была какая-то гидросфера, какая-то жидкая вода. И это очень важно. То есть вполне возможно, что уже в катархии на планете существовали достаточно гостеприимные условия. Не слишком высокие температуры и, возможно, некий мелководный океан, в котором, может быть, уже зародилась жизнь. А почему же в таком случае так мало, почти совсем не осталось катархийских пород в земной коре? Ответ на этот вопрос был получен, как ни странно, в результате изучения Луны, лунных кратеров. Значит, были получены радиометрические датировки лунных кратеров. То есть когда падает крупный, скажем, астероид на поверхность Луны, то выделяющаяся энергия приводит к тому, что породы плавятся, и получаются так называемые импактные расплавы. Потом они застывают, и вот можно определить время, когда они застыли. Соответственно, можно определить время, когда сформировался кратер. И выяснилось, что подавляющее большинство крупных лунных кратеров имеет почти одинаковый возраст в интервале от 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад. А это значит, что в это время, то есть примерно через полмиллиарда лет после формирования Солнечной системы, был некий период нестабильности, когда на Луну, а также на другие планеты земной группы, ну, там, на Марс, Венеру, Меркурий и, очевидно, на Землю тоже, падали в большом количестве достаточно крупные тела. Существуют астрофизические модели, которые объясняют, почему так получилось, откуда взялись эти тела, почему они стали падать. Но вот факт состоит в том, что был такой период, и его назвали «поздняя тяжелая бомбардировка». И вот именно, по-видимому, именно эта самая поздняя тяжелая бомбардировка привела к тому, что была переплавлена почти вся катархейская кора земная. На Земле кратеров таких древних не сохранилось, потому что Земля, в отличие от Луны, это живая планета, активная геологически, и процессы эрозии, и процессы тектоники плит просто не оставляют следов от столь древних кратеров. А на Луне они сохранились, на Меркурии они сохранились, на Марсе. И, соответственно, раз на все эти планеты падали астероиды, то Земле тоже наверняка досталось. Но, впрочем, последние модели показывают, что эта бомбардировка не должна была приводить к одномоментной переплавке всей литосферы. То есть максимум одно полушарие плавилось от очередного крупного удара, потом затвердевало опять, потом следующий астероид и так далее. Но, в общем, это был, конечно, такой весьма катастрофический период, и именно поэтому мы почти не имеем катархийских пород в земной коре. Соответственно, до появления теории поздней тяжелой бомбардировки приходилось считать, что Земля просто была расплавлена в течение всего катархии. А вот теперь стало ясно, что нет, что она, по-видимому, имела твердую литосферу, и даже океан, а потом была такая катастрофическая эпоха. Ну, что касается зарождения жизни, то мы, к сожалению, не можем точно сказать, когда именно она зародилась на нашей планете. И, в общем, на данный момент рассматриваются более-менее на равнилых. Вот четыре варианта. Жизнь могла зародиться в катархии, погибнуть в бомбардировке и снова зародиться уже в архии. Она могла зародиться в катархии и пережить каким-то образом бомбардировку в каких-то убежищах, в каких-то рефугиумах, какие-то, может быть, микроорганизмы, которые населяли глубокие трещины в земной коре, могли пережить, в принципе. Наконец, жизнь могла впервые зародиться в архии вскоре после бомбардировки. И, кроме того, жизнь, в принципе, могла зародиться и на какой-то другой протопланете в ранней Солнечной системе и попасть на Землю с метеоритами в какой-то момент, наверное, ближе к концу этой самой бомбардировки. И, в общем, на сегодняшний день не совсем понятно, какая из этих версий предпочтительнее, какая из них более вероятна. Ну, мне представляется, что все же более вероятны вторая и третья версии. Почему? Не буду уж распространяться. Тут еще надо сказать вот что. Что на сегодняшний день мы твердо знаем, что все живое на планете Земля имеет единое происхождение. Но это доказывается, самое яркое такое убедительное доказательство, это то, что у всех живых существ на Земле один и тот же генетический код. Это, в общем-то, исключает вероятность того, что жизнь зарождалась несколько раз. То есть она могла зарождаться несколько раз, но до современности дожили потомки только одного такого события. А вот для всех современных видов живых существ клеточных можно обнаружить общего предка. То есть любые два вида живых существ, каким бы мы сейчас ни взяли из существующих на планете, в прошлом имели общего предка. Скажем, человек, кишечная палочка, тигры, арбуз и так далее. А то, что вся земная жизнь современная имеет единое происхождение, это некий аргумент в пользу того, что зарождение жизни не такое уж высоковероятное событие. Если бы жизнь зарождалась много раз, вполне могли бы разные живые организмы на нашей планете, ныне живущие, иметь разное происхождение, от разных этих событий происходить. Но они только от одного. И плюс, что до сих пор не обнаружено никаких доказательств существования жизни на каких-то еще телах Солнечной системы. Поэтому, по-видимому, все-таки зарождение жизни достаточно... События с достаточно низкой вероятностью. И поэтому первый вариант повторного зарождения кажется не очень вероятным. Ну а четвертый пункт, он все-таки предполагает какую-то невероятную устойчивость жизни к катастрофическим событиям, к перегреву, к расплавлению камней и так далее. Но, тем не менее, существуют кое-какие данные, сомнительные, правда, показывающие, что, может быть, действительно жизнь существовала на каких-то и других телах Солнечной системы. Есть группа таких энтузиастов-исследователей, которые находят в метеоритах какие-то структуры, разнообразные структуры, напоминающие какие-то ископаемые микроорганизмы. Надо сказать, что микроорганизмы действительно способны сохраняться в ископаемом состоянии. Это показано экспериментально, причем это может очень быстро происходить в подходящих условиях. То есть в экспериментах было показано, что в подходящих условиях, в минеральных растворах, бактериальная клетка может окаменеть, фастелизироваться буквально за пару часов. И потом она может сохраняться уже неопределенно долго. И вот в некоторых метеоритах обнаруживаются структуры интересной формы. Вот как, например, вот это вот что-то такое длинненькое. Это очень знаменитая фотография. Это из марсианского метеорита, который был обнаружен в Антарктиде. Возраст породы этой марсианской более трех с половиной миллиардов лет. А в это время на Марсе с большой вероятностью были условия гораздо более благоприятные, чем сейчас. И, возможно, там существовал океан. С большой вероятностью там существовал океан в то время. И, в принципе, три с половиной миллиарда лет назад жизнь могла бы существовать на Марсе. Так что, в общем, ничего такого совсем уж невероятного в этом нет. Но другое дело, что доказать, что вот такая штучка действительно является ископаемым каким-то живым существом, а не просто каким-то минеральным, неорганическим объектом, доказать это непонятно как. Потому что химически она состоит ровно из того же самого вещества, что и окружающая порода. Вот мы только видим вот эту форму, и все. И, в принципе, неорганические образования такие тоже можно себе вполне легко представить. Так что на сегодняшний день нет стопроцентных доказательств существования ископаемых микроорганизмов метеоритов, хотя есть группа энтузиастов, ученых, которые очень в это верят и продолжают исследовать. Значит, это у нас катархия. Теперь следующий архейский ион, который начинается 4 миллиарда лет назад, заканчивается 2,5 миллиарда лет назад. Это время, когда уже на Земле точно существовала жизнь, когда атмосфера еще была полностью лишена кислорода, и жизнь была исключительно прокариотная. То есть это были прокариотические клетки, не имеющие ядра. И сообщество таких клеток. Значит, настоящая геологическая летопись, полноценная, начинается примерно 3,8 миллиарда лет назад, как раз когда заканчивается вот эта самая поздняя тяжелая бомбардировка. И с этого момента начинают попадаться осадочные породы. Осадочные породы, окаменившие осадки, которые формировались на дне древних водоемов, это как раз те породы, где, в принципе, могут сохраняться ископаемые следы организма. Но самые первые следы жизни в архее от 3,8 до 3,6 миллиарда лет это тоже вот изотопные такие свидетельства. То есть признаки жизни ограничиваются облегченным изотопным составом углерода в графитовых включениях, в кристаллах определенных минералов. То есть вот первые 2-3 сотни миллионов лет полноценной геологической летописи все-таки таких стопроцентных, бесспорных, ископаемых остатков микроорганизмов мы не находим. И только около 3,5 миллиардов лет назад они наконец появляются. Вот 3,5 миллиарда лет назад это старт настоящей, уже бесспорной, палеонтологической летописи. С этого момента мы имеем бесспорные фастелизированные микроорганизмы и бесспорные следы их жизнедеятельности, а именно так называемые строматолиты. Но сначала несколько слов о более древних предполагаемых следах жизни возрастом 3,7-3,8 миллиарда лет. Вот древнейшие осадочные породы, найденные в Гренландии, имеющие такой возраст 3,8 миллиарда лет, на самом деле там все-таки достаточно убедительные признаки, хоть и косвенные, но есть признаки того, что уже тогда существовала жизнь. Помимо облегченного состава углерода, там есть так называемые полощатые железные руды BIF, Banded Iron Formation. Это такие специфические отложения, которые формировались только в докембрии. Это действительно железные руды, которые мы по сей день используем. Это те железные руды, которые используются с человечеством. А полощатые, они потому, что они действительно такие полосатые. Они состоят из чередующихся слоев с высоким содержанием железа и низким содержанием железа. Но вот это здесь пример образца, где полосы достаточно широкие, такого сантиметрового размера. А бывают полощатые железные руды с очень тоненькими слоечками. Вот там слой с железом, слой без железа. И вот такое чередование. Они не образовывались уже в фанерозуе. Считается, что формирование таких полощатых железных руд было связано с деятельностью каких-то древних микроорганизмов, которые окисляли двухвалентное железо, которое было растворено в водах Древнего океана, превращали его в трехвалентное. В этом виде оно выпадает в осадок, в виде ржавчины. И вот эти полосы соответствуют каким-то волнам жизнедеятельности. Может быть, это сезонные полосы, может быть, это суточные полосы, а может быть, это какие-то волны численности, связанные с тем, что микроорганизмы размножались, потом, скажем, их становилось слишком много, и они травили себя продуктами собственной жизнедеятельности, погибали, потом снова размножались. В общем, так или иначе, какие-то такие волны численности и активности древних микроорганизмов. С большой вероятностью, это были примитивные фотосинтезирующие микроорганизмы, которые осуществляли фотоокисление железа. Они еще, скорее всего, не выделяли кислород. Маловероятно, что кислородный фотосинтез возник так рано, но сейчас известны, показаны формы фотосинтеза, которые идут за счет именно окисления железа. В принципе, найдены кое-где ископаемые структуры, образования, напоминающие каких-то бактерий, какие-то микроорганизмы, но все находки старше 3,5 миллиардов лет, они на сегодняшний день считаются спорными. Не исключено их неорганическое происхождение. Какие-то просто пузырьки, включения. В общем, строгих доказательств, что это именно ископаемые бактерии, нет. Вот так выглядят некоторые из них. А древнейшие бесспорные микрофассилии, те, которые на сегодняшний день считаются бесспорными, то есть они действительно бесспорные, но, может быть, найдут и что-то более древнее. Вот они имеют возраст 3,465 тысячных миллиарда лет. Найдены они в Австралии. И тут уже действительно сомневаться не приходится, что вот эта, например, колония каких-то шарообразных микроорганизмов, это какая-то явно биопленка, то есть продукт жизнедеятельности какого-то микробного сообщества, какая-то нитчатая продолговатая форма. Вот еще фотографии микроорганизмов из той же самой формации, тот же возраст 3,465, и тоже Западная Австралия. Вот явно окаменевшие шарообразные какие-то микроорганизмы клеточные, филаменты какие-то, тяжи. Вот такие вещи тоже могут формироваться только в результате жизнедеятельности микробных сообществ. Даже предприняты более-менее успешные попытки разобраться, что именно это были за микроорганизмы. Есть ряд аргументов в пользу того, что, по крайней мере, некоторые из них являются сульфат-редукторами, то есть они получали энергию за счет того, что устанавливали сульфаты. Но, впрочем, здесь все очень спорно, и дискуссии по этому поводу продолжаются в палеонтологической литературе. Ну и, кроме того, уже где-то около 3,55 миллиарда лет назад появляются в ископаемой летописи первые строматолиты. Это такие слоистые осадочные образования разного состава, характерные структуры, характерные формы. Эти слои могут быть параллельными, не совсем параллельными, загибаться как-то. Ну, в общем, мы бы, наверное, долго думали и гадали, что это такое за образование ископаемое встречается в докембрийской летописи, если бы некоторые строматолиты не дожили до наших дней. Значит, в нескольких местах на планете, в таких местах, где не могут жить более высокоорганизованные формы жизни, например, в соленой лагуне Шарк-Бэй в Австралии, сохранились по сей день эти самые строматолиты. Вот это современные строматолиты в море на отливе, а это строматолит в разрезе, и, в общем, можно убедиться, что они устроены примерно так же, как эти протерозуйские ископаемые. И, соответственно, мы знаем, как они образуются. Это минеральное образование формируется в результате жизнедеятельности микробного сообщества, в основе которого всегда лежат какие-то фотосинтезирующие бактерии. Современные строматолиты в большинстве своем строятся сообществами, в которых главную роль играют цианобактерии, осуществляющие кислородный фотосинтез. Вот это ископаемые строматолиты стаймыра, анабарского плато, но это уже поздний протерозой. Вот еще фотографии современных строматолитов. Также в некоторых вулканических источниках, в Йеллоустонском парке, например, существуют и сегодня бактериальные сообщества сложные, которые тоже могут формировать нечто похожее на строматолиты, хотя они всегда это делают. Там живут вот такие бактериальные маты. Это очень интересные микробные сообщества. Вот здесь на срезе видно, какой он толстенький, этот бактериальный мат. Это действительно такая симбиотическая ассоциация из множества видов микроорганизмов, которые находятся в очень сложных взаимоотношениях друг с другом. В общем, это симбиоз. Там уровень интеграции разных видов микробов друг с другом приближается, в общем-то, к уровню многоклеточного организма. Ну, приближается, но все-таки не достигает, конечно. Но многие из этих микробов, входящих в состав такого сообщества, действительно гораздо лучше себя чувствуют в сообществе, чем в изоляции, в какой-то монокультуре. То есть они помогают друг другу здесь. Я не буду рассказывать подробно о структуре этих бактериальных матов. Скажу только, что такое бактериальное сообщество, оно может формировать строматолит, вот такое слоистое минеральное образование, за счет двух основных процессов. Во-первых, это структуризация осадка, которая падает на бактериальный мат сверху. Вот чтобы вы себе представляли, как это происходит. Собственно, это можно пронаблюдать и в наши дни. Многие строматолитообразующие микробные сообщества в верхнем своем слое имеют ничитых цианобактерий. Ну, раньше их называли синезелеными водорослями. Ничитые цианобактерии обладают подвижностью. Это такие ниточки, которые умеют ползать, действительно. И они в спокойном состоянии сплетаются в такой коврик, как войлок. У них очень интересное поведение, потому что это подвижные действительно нити. Если этот коврик разорвать, например, то он потом сам себя сшивает обратно. Отдельные нити вылезают из разрыва, начинаются уже такие круговые движения, когда встречаются друг с другом. Они начинают друг по другу ползти навстречу друг другу. И таким образом сшивают этот разорванный коврик. Его куски стягиваются. То есть эти ползущие нити, они почти как мышечные волокна сокращающиеся действуют. Замечательная совершенно штука. Строматолит как образуется. Если сверху на такой коврик сыпется мелкий осадок, скажем, известковый, то в какой-то момент этот осадок покрывает цианобактерии и начинает не хватать солнечного света. Они же фотосинтезирующие. И они подвижные. Когда их слишком сильно припорашивают этим осадком, они просто начинают ползти вверх сквозь этот осадок, проползают сквозь него и укладываются опять на поверхности. Они выделяют слизь, которая склеивает этот осадок. И таким образом формируется такой уплотненный, проклеенный органической слизью слоек осадка. На нем снова располагается бактериальный мат. Его снова присыпают осадком. В какой-то момент они снова выползают, снова укладываются сверху. И вот так слой за слоем растет строматолит. Ну и кроме того, там есть и другие процессы биоминерализации в нижних слоях бактериального сообщества, которое тоже этому способствует. Ну, пожалуй, я не буду больше рассказывать про эти микробные сообщества архейские, хотя это очень интересная тема. Там есть такая острая дискуссия насчет момента появления цианобактерий. Дело в том, что современные строматолиты чаще всего строятся при участии цианобактерий, а цианобактерии практикуют кислородный фотосинтез. Они выделяют кислород. И, соответственно, некоторые палеонтологи делают вывод, что раз уже 3,5 миллиарда лет назад у нас есть строматолиты, значит, уже были цианобактерии, значит, уже был кислород. Но по другим геологическим данным кислорода тогда еще не было. Кислород начинает свободно появляться на миллиард лет позже. Как разрешить эту дилемму? На самом деле очень просто. Дело в том, что помимо кислородного фотосинтеза, существует еще безкислородный фотосинтез, гораздо более примитивный и простой вариант фотосинтеза. И есть фотосинтезирующие бактерии, которые не выделяют кислород, и которые почти наверняка появились гораздо раньше цианобактерий. И такие бактерии тоже могут строить строматолиты. Вот, например, это вот ничто фотосинтезирующая зеленая бактерия хлорофлексус, которая тоже умеет строить строматолиты, но при этом кислорода не выделяет. Датировки момента появления цианобактерий на самом деле на сегодняшний день остаются достаточно приблизительными. Вот эта картинка из докторской диссертации замечательного нашего специалиста по докембрию, по микрофосилиям докембрия Владимира Николаевича Сергеева из Геологического института. И вот вы можете здесь видеть, как он про цианобактерии пишет. Значит, где-то ближе к началу архея он пишет возможные первые цианобактерии, затем ближе к концу архея первые вероятные цианобактерии, и, наконец, где-то уже глубоко в протерозое у него первые несомненные цианобактерии. То есть некоторый такой вот разброс датировок существует, но на сегодняшний день кажется наиболее вероятным, что они появились от 3 до 2,7 миллиардов лет назад на самом деле. И вот тогда-то они начали производить впервые кислород. Но поначалу кислород еще не мог накапливаться, потому что все, что выделялось, уходило на окисление вот того самого двухвалентного железа и на образование вот этих самых железных руд. Это гораздо более поздний, ископаемый раннекембрийский цианобактериальный мат. Нити цианобактерии облеплены какими-то мелкими одиночными бактериями. Вот это еще хорошо сохранившиеся архейские прокариоты, ископаемые. Бактериальная палеонтология. Ближе к концу архейского иона, в позднем архее, происходили некие очень важные преобразования нашей планеты. Жаль, нет времени подробно рассказывать, но с большой вероятностью именно в это время, в позднем архее, вот от 3 до 2,5 миллиардов лет назад стартовала так называемая тектоника плит и стали быстро расти континенты. До этого момента, вот Эрли Археан, это слева, картинка условная, до позднего архея, по-видимому, большая часть планеты покрывал относительно мелководный океан, в котором было много двухвалентных железо растворенного, что здесь вот зелененьким цветом символически изображено. А континенты были маленькие и низкие. В конце архея стартует тектоника плит, и идет бурный процесс нарастания континентов. Они растут в толщину, образуются большие объемы гранитных пород, и вот континенты приподнимаются над океаном, становятся высокими, что имело далеко идущие последствия дальше для эволюции нашей планеты. Это конец Архея. Дальше про Терозойский ион, самый длинный в истории Земли, в течение которого биосфера Земли перешла из состояния бескислородной планеты микробов, мира прокариот, к кислородному миру, уже эукариот, организмов со сложной клеткой, имеющей ядро. Вот с чего началось. Здесь изображены строматолиты, такое однообразное, унылое сообщество. И вот чем закончилась эта реконструкция морского донного сообщества с самого конца про Терозоя. Значит, важнейшее событие, которое происходит в самом начале про Терозоя, это оксигенизация атмосферы. Целый ряд есть убедительных таких фактов, свидетельствующих о том, что именно где-то начиная с 2,45 миллиарда лет назад стал резко расти уровень свободного кислорода в атмосфере. Практически от нулевого уровня до где-то до уровня 1,1 от нынешнего. Причины этого события, ну, связаны в первую очередь с распространением цианобактерий. Значит, мы должны понимать, что тем, что у нас в атмосфере есть кислород, мы обязаны исключительно цианобактериям. Это единственная группа организмов, которая изобрела кислородный фотосинтез, и до сих пор они удерживают, на самом деле, монополию, патент на этот процесс. Потому что вот эти вот зеленые растения, которые нас окружают, они тоже фотосинтезируют при помощи хлоропластов, пластид, а хлоропласты – это не что иное, как симбиотические цианобактерии, которые давным-давно поселились в клетках предков современных растений. То есть весь кислород в атмосфере – это дело, ну, не рук у них, рук нет, но это, в общем, продукт жизнедеятельности цианобактерий. Но они появились до великого кислородного события, и первое время тот кислород, который они производили, весь уходил на окисление железа, а вот 2,45 миллиарда лет назад что-то такое произошло, и кислород стал накапливаться. А что произошло? По-видимому, вот это все железо, основные запасы вот этого двухвалентного железа, растворенного в океане, закончились, и все, наконец, выпали в осадок. А почему они выпали в осадок? Ну, это есть этому хорошее объяснение, как раз связанное с подъемом континентов, о котором я только что говорил. Подъем континентов изменил состав вулканических газов, которые поступали в атмосферу, потому что когда вулканы извергаются на дне океана, это один результат, а если они извергаются на воздухе, это другой результат. И те вулканические газы, которые попадали в атмосферу при извержениях наземных вулканов, они через ряд промежуточных стадий пособствовали тому, что в сваренном океане железо успешно осаждалось, выводилось из воды, и, соответственно, тот кислород, который производил цианобактерии, получил возможность накапливаться. Вот это еще картинки полосчатых железных руд, о которых я уже говорил. Это очень интересные графики, связанные с тем, как раз как менялся уровень кислорода в истории Земли. Но у меня нет возможности отдаваться подробностей. Я бы хотел все-таки немножко сказать о том, как появились первые крупные макроскопических размеров организма. Значит, вот после оксигенизации атмосферы следующее величайшее событие, которое в истории нашей планеты произошло, это происхождение эукариот, эукариотической клетки. На самом деле, после зарождения жизни это второе по значимости событие в эволюции земной жизни. Но как они появились, от кого, через какие этапы, это крайне интересная тема, но это, безусловно, тема одной лекции. Сейчас даже и пытаться не буду, наверное, это вам рассказать. Ну, главное, что нужно понимать, что эукариотическая клетка – это результат симбиогенеза, это результат слияния в единый организм нескольких прокариотических клеток. Это как бы такое сообщество микробов, которое превратилось в единый организм. Ну, в частности, вот хлоропласты растений – это явно симбиотические цианобактерии. Что касается ископаемых находок, то, в общем, от одноклеточных… Я показывал ископаемые бактерии, а вот что касается ископаемых первых эукариот, мы от них, по-видимому, находим только оболочки в тех случаях, когда они образовывали… Эти клетки образовывали какие-то плотные оболочки. И в докембрийской планетологической летописи найдено большое разнообразие таких оболочек. Это футляры, в которые были заключены какие-то споры, какие-то покоящиеся стадии жизненного цикла разных организмов, как прокариот, так и эукариот. Такие оболочки ископаемые называют акритархами. Это слово, в общем-то, ничего особого не значит, кроме того, что это чья-то оболочка. Как правило, неизвестно, чья. Ну, по размеру судят, скажем, если очень крупная, скорее всего, эукариотическая. Если маленькая, может быть, прокариотическая. И по наличию каких-то шипов, выростов на поверхности, потому что такие украшения характерны для эукариот, а не для прокариот. Где-то 2 миллиарда лет назад происходит резкий рост разнообразия акритархов и других микрофассилий в ископаемой летописи. Это как раз 2 миллиарда лет назад. Это более-менее предполагаемое время появления эукариот. Вот так выглядят окремненные ничатые цианобактерии протерозойские. Очень хорошо иногда они сохраняются. Когда же появляются первые живые существа, видимые вооруженным глазом. Вот на сегодняшний день одна из, или, может быть, даже самая древняя форма макроскопического размера, это вот так называемое гриппание. Это не очень понятно, что такое на самом деле было. Это спиралевидные углеродистые ленты размером в несколько сантиметров, которые, ну вот здесь написаны древнейшие образцы 1,87 миллиарда лет, но на самом деле сейчас найдены гриппании даже старше немножко 2 миллиардов лет. И большинство специалистов трактуют их как какие-то многоклеточные водоросли эукариотические, хотя есть авторы, которые считают, что это гигантские колонии цианобактерий. В общем, несколько спорная такая вещь гриппания. Ну вот, кстати говоря, несколько дней назад, буквально вот в среду или в четверг вышла статья в Nature Communications, где группа китайских палеонтологов сообщила о находке очень убедительных, практически бесспорных многоклеточных водорослей, довольно таких крупненьких, порядка 30 сантиметров там есть экземпляры в длину, возраст там чуть меньше, чем 1,6 миллиарда лет. То есть это уже точно эукариоты, многоклеточные водоросли макроскопические существовали. Это еще некоторые ископаемые многоклеточные эукариоты о дожде. Ну, наша планета переживала и не такие катаклизмы. Первые древнейшие кандидаты на звание первых возможных многоклеточных животных имеют возраст примерно миллиард лет. Хотя, честно вам скажу, скорее всего, это все-таки не многоклеточные животные. Вот такая пармия. Некая, то есть отпечатки возрастом миллиард лет, явно сегментированные, имеющие четкую такую поперечную исчерченность. А на конце у некоторых экземпляров имеется вот что-то такое, вот похожее то ли на хоботок, то есть это трактуется либо как червяк с хоботком, либо как водоросль со стебельком. В общем, по желанию. Вот. Ну, а, собственно, по-настоящему многоклеточная эукариотическая жизнь стала развиваться в конце протерозойского иона в неопротерозойскую эру, которая делится на три периода, значит, первый период, тонский период неопротерозоя, характеризуется бурным развитием планктонных одноклеточных эукариот, фитопланктона эукариотического. Много акритарцев, в том числе крупных с шипами, поскольку у них появлялись шипы, видимо, это значит, что уже появились какие-то хищники, то есть какие-то, скорее всего, тоже одноклеточные организмы, может быть, вроде каких-то инфузорий, которые этот фитопланктон употребляли в пищу, и чтобы защититься от них, акритархи становились крупнее и покрывались шипами. Захоранивается много органики в осадках в связи с развитием биомассы, продуктивности планктонных сообществ, а это ведет вывод органики из круговорота, захоронение органики в донных осадках ведет к тому, что концентрация СО2 в атмосфере снижается, соответственно, парниковый эффект слабеет, и это называют обратный парниковый эффект, то есть похолодание из-за того, что становится слишком мало СО2. И по окончании вот этого самого Тунского периода начинается самый страшный холодный период в истории Земли, криогеновый период, когда Землю постигла такая череда сильнейших за всю ее историю оледенений. В некоторых случаях ледники доходили до экваториальной зоны. Это очень убедительно доказывается геологическими данными. Можно определить, на какой широте находились те или иные горные породы в момент их формирования. По остаточной намагниченности можно определить палеошироту, и достаточно есть надежные признаки присутствия ледников. То есть ледники доходили практически до экватора. Была даже такая теория, снова была земля-снежок, которая предполагала, что земля покрывалась льдом вся целиком вообще. Но сейчас, в общем, господство и точка зрения, что такого полного тотального оледенения все-таки не происходило, и в экваториальной области оставались какие-то полыньи, какие-то проталины. Все-таки не сплошной лед. И это объясняет, каким образом жизнь вообще уцелела в это время. И вот как раз на фоне этих кошмарных оледенений появляются и проходят первые важнейшие этапы своей эволюции животные, многоклеточные животные, к которым мы с вами относимся. Ну вот это реконструкция, как выглядела география планеты в конце протерозоя, когда происходили эти оледенения. Это картинка, показывающая причинно-следственные связи, которые приводили к оледенениям и последующему их таянию. Но это вот палеоклимат, это тоже тема отдельной лекции. Я, к сожалению, не могу на этом останавливаться, хотя это крайне интересная тема. И после того, как, наконец, ледники растаяли, а растаяли они благодаря, прежде всего, вулканам, вулканическая активность поставляла в атмосферу, прежде всего, СО2. Если бы не вулканы, если бы наша планета была геологически неактивной, то планета, скорее всего, из этих оледенений бы не вышла, она бы обледенела навсегда. Но благодаря тому, что вулканы продолжали работать, снова накопился СО2 в атмосфере, стало тепло, все растаяло. И вот тут-то как раз начинается последний идиокарский период протерозоя, в течение которого многоклеточные крупные формы жизни начинают уже господствовать морских сообществ. Значит, ну, я уже должен заканчивать, просто покажу некоторые картинки ископаемых идиокарского или венского, как его в России раньше называли, периода. Ранневенские ископаемые водоросли многоклеточные, весьма разнообразные, очень интересные, загадочные ископаемые эмбрионы, которые в больших количествах найдены в Китае, в фосфоритовых отложениях. И идут чрезвычайно интересные дискуссии по поводу того, что это за эмбрионы, чьи это эмбрионы, кто из них развивался. Потому что вот там были такие условия, что сохранялись только эмбрионы, потому что они были покрыты плотной оболочкой. Видимо, это была плотная оболочка яйца, которая облегчала фастелизацию содержимого. Внутри яйца начинались первые стадии развития, дробления. Формировалось сначала две, потом четыре клетки, восемь и так далее. Какие-то стадии развития проходили. Пока это все шло внутри оболочек, это могло сохраниться в ископаемом состоянии. Как только выходило из оболочки, все, уже в ископаемую летпись это не попадало. Поэтому мы не знаем точно, чьи это эмбрионы. И есть очень интересные версии, всякие исследования. Эта дискуссия продолжается. Но, в общем, по крайней мере, некоторые из них почти наверняка все-таки принадлежали действительно многоклеточным животным. Причем даже не самым низшим, не самым примитивным, а белотерально-симметричным животным, белотериям. Другие же, возможно, другие эмбрионы принадлежали, возможно, каким-то базальным тупиковым ветвям животного царства, очень примитивно. А какие-то, возможно, представляют собой даже еще не многоклеточные организмы, а некие колониальные, простейшие. Ну и, конечно, самая знаменитая, самая яркая группа ископаемых идиокарского или венского периода – это так называемые вендобионты. Это удивительная фауна мягкотелых, то есть бесскелетных, крупных организмов. Ну, разумеется, многоклеточных, хотя они сохраняются так, что там клеток отдельных не видно, к сожалению. Это отпечатки, как правило, в грубом песчанике. И там породы, ну, зерно крупное, и там мелкие структуры неразличимы. То есть мы, к сожалению, мало что можем сказать о тонком строении этих организмов, только вот о таком макроскопическом. И там есть очень странные организмы, они похожие ни на что ныне живущие, как, например, вот формы с такой трехлучевой симметрией, как этот трибрахидиум. Некоторые из них, как вот, например, ерги, по-видимому, были подвижными, но двигались очень необычным способом. Вряд ли у них были мышцы, вряд ли они могли ползать, как современные, скажем, черви или моллюски. А судя по следам, которые они оставляют, они лежали просто неподвижно на дне, переваривая микробную пленку, которая покрывала дно. А потом они каким-то образом всплывали, видимо, они были покрыты ресничным эпителием, вот за счет этого эпители всплывали, чуть-чуть переплывали и рядом снова ложились, снова переваривали эту биопленку, покрывавшую осадок. И вот такие следы они оставляют. Были такие прикрепленные формы, похожие на перья. По-видимому, они питались, ну, по крайней мере, многие из них просто растворенной органикой, потому что достоверно пищеварительной системы у них не обнаружено. Их очень интересно, у этих форм встречается такая сегментация. Есть формы, чрезвычайно похожие на каких-то членистоногих трилобитов, вот как эта вендия, но у нее совершенно другая симметрия, если у всех нормальных членистоногих, а также кольчатых червей и других билтерально-симметричных животных сегментированных какие-то придатки, если есть, то они находятся друг напротив друга, то у этих вендобионтов наблюдается такая, так называемая, симметрия скользящего отражения, то есть придатки идут в шахматном порядке, что вообще очень не характерно для современных животных, ну, скажем, только разве что в амбулакральной системе иглокурных такой симметрии встречается. Вот, есть среди вендобионтов такие формы, которые какое-то время претендовали на роль... ... ... ... ...